Итак, зовут меня Нечаев Денис. Наша сегодня встреча полуточасовая будет посвящена введению в анимацию. Замечает программа 3D Max, что вы получили, представляя о том, что вообще в итоге можно будет получать на выходе из 3D Max в плане именно анимирования. И для чего вообще это можно будет за работой использовать. По факту считаю, что анимация весь достаточно сложно, мутно и тяжелая. И очень многие наши слушатели, которые учат нас на курсах, связанных с дизайном мебели, с интерьером, с архитектурой, открещиваются анимации всеми руками и ногами. Типа не, 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 очень сложно, нехорошо. На самом деле, как оказывается, даже в задачах, посвященных интерьерному дизайну, анимацию можно использовать крайне активно. И намного интереснее будет смотреться ваша итоговая работа, когда вы вместо набора распечатанных картинок покажете видеоролик на большом экране, где по вашему домику кто-то будет ходить, шторки будут развиваться, свет будет загораться. То есть уже будет все, конечно, смотреться намного интереснее, намного красивее, намного правильнее. Вопросы у вас коварны. С Максом знакомы? С Максом знакомы? Ага. Ага. Будете пробовать за мной что-то повторять? Отлично. Тогда Макс, запускай себе на компьютерах. Также и коллеги, которые по интернету, то есть если вдруг возникнет желание повторить какие-то примерочки базы, которые мы с вами посмотрим, скажите в чат, я вам ссылочку на файл с нашим учебным материалом пишу. Ну, первое, с чем с вами давайте разберемся, так ли это сложно делать нашу анимацию трехмерную? Давайте загрузим наш простенький учебный файл, чтобы с ним немножко позиционироваться. В Максе стандартный файл Open. Итак, у нас с вами на диске D есть много учебных папочек, под учебных Максу. Ищем папку, она будет называться Tutorials Max 2016 Animation and FX. Там будет очень много файлов однообразных. Ищем файл, он у нас будет в самом верху находиться, он называется Balloon. Там будут два варианта этого файла, Balloon, который complete, и просто Balloon. Не, она очень старенькая. Ну, она что-то может быть любой, но самое главное, чтобы она называлась Animation and FX. Время неважно. Там у нас будет файл, который называется Balloon. Открываем. Ну, конечно, просто на камеру смотрите. Сам C-файл крайне простой. Есть такой у нас с вами замечательный шарик, нарисованный воздушный. Есть всякие разные полочки, на которые стоят наши предметы. На шарик должен благополучно взлететь по этим полочкам, как-то так доверяя забавно, и обвозь удары, что взорваться. То есть такая суровая история наша шарика будет получаться. У нас с вами по умолчанию стоит включенная камера, которая тоже на стоянке присутствует. Но, в принципе, я думаю, что сейчас нам с вами все равно будет удобнее работать на перспективе. Поэтому на нашем виде из камеры жмем смело кнопочку P на клавиатуре, чтобы обратно вернуться в нашу перспективу, и, соответственно, так вот свободно наш перспектив мы с вами проводим. Любая анимация, которую вы дальше будете создавать в любых абсолютно программах, вещь на самом деле не очень сложная. Вам нужно будет заставить ваши объекты двигаться с течением времени. То есть вы должны будет говорить компьютеру, в какие моменты времени ваши объекты где будут стоять. И самое главное, должны будет заставить компьютер эти моменты времени запоминать. В МАКСе абсолютно все ваши действия, старты, связанные с анимацией, у вас будут происходить в нижней части экранчика. Потом обязательно увидите такие замечательные рисочки с кадрами. Это как раз и есть наша временная линейка, с помощью которой как раз и будете измерять длительность тех или иных анимационных процессов. Для нашего с вами удобства, так как все-таки у нас с вами отдельные анимационные события, будут совсем короткие по времени. Вот эта вот наша временная линейка, она измеряется не в наших первичных секундах, а в так называемых кадрах. Если мы с вами хотим пересчитать все это в наши секунды, то наш с вами видеостандарт предусматривает, что в нашей одной секунде реального времени помещается 25 кадров. Поэтому если у нас с вами изначально линейка длительность 100 секунд, то есть это примерно где-то на 4, получается, секунды реального времени, наша анимация. Ну, возможно, вы хотите сделать длительность вашей анимации длиннее короче, поэтому, конечно, вы можете сами выбирать, какая длина вашей итоговой анимации будет получаться. Если мы сами захотим сделать наш ролик 10-секундный, 10 умножить на 25, у нас с вами будет получаться 250 кадров, это будет на с вами 10 секунд. То есть просто очень можно будет на с вами пересчитывать наши кадры в реальные секунды и уже создавать анимацию нужно на с вами длины. Задать нужную длительность анимации крайне несложно. Чуть дальше, правее нашей линейки, находятся кнопки, которые в будущем с вами позволят нашу анимацию управлять. Кнопка воспроизведения, кнопка, прокручивающая нашу анимацию по кадру вперед-назад. Нас пока что этот кнопочек не очень сильно интересует. Самое главное, что для того, чтобы попасть в настройки нашей анимации, по любой из этих кнопок, ну, я вот прямо по кнопке «Плей», можно будет нажать правой кнопкой мыши и у вас будет появляться окошко с настройками анимации. То есть чтобы у нас с вами всегда в любой момент выбрать и вызвать окно с настройками базы настройки нашей анимации, по любой из управляющих нашей анимацией кнопок щелкаем правой кнопкой мыши и окошко с настройками у нас с вами будет получаться. Настроек будет крайне много, всяких разнообразных. Наши, естественно, будут рисовать только такие самые-самые основные. Ну и для нас с вами сейчас основная настройка – это настройка, называющаяся достаточно очевидно «Length» – «Длина». И она как раз с вами показывает, какой длительность наш ролик будет в итоге получаться. Смело вместо наших 100 кадров прописываем 200 кадров. 250-40. Ну и когда мы с вами кнопку «Ок» нажимаем, у нас в итоге уже будет получаться наша видная линейка, 250 кадров, 10 секунд чистого времени. На выход у нас с вами будет получаться. Все отлично будет выходить. Вот на самом деле было самое сложное, что мы сейчас с вами будем делать. Дальше все будет совсем прозрачно и легко. Итак, чтобы нам с вами жизнь облегчить, чтобы мы с вами действительно нашу анимацию не боялись, есть в «Максе» совершенно замечательный режим создания автоматической анимации, когда вы просто будете таскать ваши объекты в нужном моменте времени, а сама анимация будет записываться «Максом» автоматически. Там же, недалеко от наших кнопочек управления анимацией, вы увидите кнопку, не очень сильно заметную, называющуюся «Автоки». Она с вами включает как раз режим создания автоматически ключей анимации, запоминающей движение вашего объекта. Грубо говоря, вы заставите «Макс» запоминать в нужных кадрах, где ваш объект стоит, какой у него угол поворота, какой у него там масштаб и прочее. Мой воздушный шарик выгибает. Кнопку «Автоки» я нажимаю. Будьте, пожалуйста, теперь внимательны, потому что любые ваши действия, которые будут совершать с вашим шариком, они автоматически будут на с вами записываться. То есть, если вдруг вы хотите сделать ваш шарик больше, меньше, форму поменять, нужно будет обязательно выключать кнопку «Автоки» и уже там какие-то трансформации с ним, с этим шариком непосредственно делать. И каток кнопки «Автоки» у нас с вами будет включена. Все, что нам останется сделать, это говорить, где, в какие моменты наш шарик будет находиться. Смотрите, пожалуйста. У нас с вами получается раз, два, три, четыре преграды. То есть, примерно где-то по 40 кадров, пускай у нас с вами будет, на каждую преграду. Первый наш преград находится чуть ближе, чем остальные, поэтому перевожу наше текущее время на 30-й кадр. Вот этот ползунок, который находится над длинной линейкой, как раз показывает текущий кадр нашей анимации и показывает время, где мы хотим заставить Макс запомнить наше изменение объекта. И все, что мне требуется сделать, это взять и схватить мой шарик, ну и аккуратненько его подтащить там поближе к вот этой вот нашей площадочке. Если вы уже этот ползуночек теперь потаскаете вперед-назад, вы увидите, что ваш объект поехал. И смотрите, что у нас Макс там сам делает в ответ на эти действия? Он нам в нужные моменты времени создает такие вот замечательные прямоугольнички, которые как раз называют ключевые кадры. Если в эти прямоугольнички в будущем мы сами заберем, посмотрим свойства этих прямоугольников, там будет просто на сайте записаны запомненные координаты. Вот типа заставили запомнить Макс, что вот здесь, вот в 30-й кадре, ты наш подушный шарик находишься вот здесь. Это будет работать и с вращением, и с масштабированием со всеми нашим базовым трансформациям. Еще через 10 кадров немножко сдвинется мой шарик вправо, и я его с помощью инструмента поворота чуть-чуть поверну. Еще там кадров через 50, он у меня немножко взлетит вверх, и немножко с помощью инструмента поворота я его по направлению движения поверну. Еще там кадров через 80, кадров через 30 на 70 кадре, он у меня взлетит вверх, там чуточку выпрямится. Еще кадров через 20, он у меня обогнет вторую преграду, и тоже там немножко повернется. В ответ на любое ваше действие, связанное с перемещением, с вращением, с масштабированием, если будет включена ваша кнопочка «Автоки», у вас такая сродо история будет записана в линейке, вы будете видеть, где, в какие моменты у вас, в вашей шаре будет изменять свое положение. Ну и в итоге... Мы двигаемся. Все получается? Пускай видеть, ничего особо сложного. Действительно, такую своего рода историю придумать для вашего объекта, определяя в какие моменты, что у вас будет двигаться. Но здесь на самом деле единственная проблема будет, особенно если вы первый раз работаете с анимацией, это то, что правильно убирать временные промежутки. То есть иногда будет казаться, что движение на самом деле получают очень медленно, иногда будет казаться, что оно будет очень большое. То есть какие-то такие вот вещи придется на самом дальнейшем, конечно, тоже чуточку править. В любом случае, наши ключевые кадры – это заполненное изменение определенного времени для наших объектов. Если что-то пошло не так, ну вот мне не нравится движение, которое у меня получилось здесь, на нашей второй преграде, из каких-либо сложностей можно будет на сами наши ненужные ключевые кадры выделить и просто их кнопочкой «Долит убить». Все вот эти вот наши создающиеся прямоугольнички, наши кадры, напоминающие изменение наших объектов, они у нас легко убивают в случае необходимости, все отлично получается. Ну и таким вот образом, проматываем наше время, указывая, где наш объект будет находиться, что с ним будет непосредственно происходить, можно будет заставить наш шарик все эти преграды обижать. Все отлично будет с нашим шариком получаться. Ну и где-нибудь там на кадре в двухсотом на шарик подберется к своей судьбе, упрется в гвоздь. То есть не до самого конца дотягивать ваш реманс, заставить там в конце пустых кадров 50, а сами как раз хватит времени для того, чтобы наш шарик можно было взорвать. Долитим. Отлично. Когда ваша анимация будет готова в таком варианте, уже кнопка в таком варианте можно будет отключить. Ну и наша обычная кнопочка play, запустим там самую анимацию, будем видеть, как наш шарик по нашим полочкам двигается, чтобы такое будет на самом деле получаться. все вышло. Ну, перед тем, как мы с вами на шарик взорвем лопать, давайте еще немножко повторим нашу анимацию базовую ключевую. Хочу, чтобы мои объекты, когда мой шарик непосредственно двигается рядом с ними, как-то на это реагировали. Кто-то там будет на с вами появляться, кто-то будет там, например, как-то вращаться. Посмотрите, пожалуйста. Ключи анимации – это у нас с вами часть нашего выделенного объекта. Если у меня будет выделен мой воздушный шар, мы увидим все ключи анимации, которые мы для нашего шарик воздушного сделали. Если я выделю вот эту вот нашу звездочку, стоящую на первой полке, естественно, наша временная линейка будет пустая, потому что на ней ничего еще для этой звездочки мы с вами не сделали, и никакой анимации у нас с вами не происходит. А я хочу сделать очень несложную анимацию, пускай моя звездочка, она за 10 кадров, из маленькой ставим большая, то есть когда мой шарик будет пролетать мимо этой звездочки, она у нас с вами увеличивается. Посмотрите, пожалуйста. Делаем все то же самое, что и с нашим шариком. Моя звездочка выделена. Я время отмотал обратно на нулевую секунду. Обратно, чтобы у нас с вами заприналась наша анимация, включается кнопка автокик. И в нулевом кадре с помощью нашего инструмента масштаб я мою звездочку уменьшаю очень-очень-очень сильно. Где-нибудь там в 10-15 кадре я нашу звездочку делаю большой-большой-большой-большой. То есть она у нас с вами за 15 кадров вот так вот вылезет. Ну и на всякий случай не забудьте, когда вы сделаете вашу анимацию, чтобы случайно что-то не испортить, кнопочку автокик мы с вами включаем, чтобы брат вернулся с обычной же работой с нашим объектом. Только смотрите, пожалуйста, в чем у нас с вами сейчас некоторая неправильность возникает. Мой шарик прилетает в эту полку где-то вот в районе, ну у меня по крайней мере, 50-го кадра. И у меня где-то в районе должна и анимация происходить с моей звездочкой в 50-м кадре. Как там с вами сделать так, чтобы звездочка в 50-м кадре анимировалась? Ну, конечно. По факту вот это вот наше живо в таки, он всегда нас с вами будет делать анимацию, начиная с нулевого кадра. Нас это не очень сильно пугает. Ловлю момент, когда должна моя анимация начаться. 50-й кадр. И вот эти вот наши два с вами прямоугольника, два наших ключевых кадра, с запомненным изменением масштаба. Я просто вот так вот рамочкой выделяю на временной линейке, и их руками, схватив за любой выделенный, вот сюда вот на 50-й кадр перетаскиваю. Наши ключевые кадры – это просто запомненные координаты, угол поворота, изменение масштаба. Вы сами можете потом определять, в какие моменты времени, где, когда они будут начинаться, когда они будут заканчиваться. Просто двигая ключевые кадры по временной линейке, вы, естественно, будете изменять и время вашей эмоции. И сейчас, вот после этого, моя звездочка маленькая стоит на месте, но когда уже у меня пролетает рядом с ней шарик, она у меня так замечательно масштабируется. Только из-за того, что нашу запомненную анимацию мы сами сделали на наш 40-й кадр. Попробуйте пару минут самостоятельно вот этот вот наш узел заставить, чтобы он начал вращаться вокруг своей оси, когда шарик у него пролетает. Спасибо. 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 Те же самые наши действия. Нулевой кадр. Кнопка в такие. Звезды что-то... Сори, угол наш стоит таким вот образом. Узел наш стоит ровно, аккуратно. Девем там кадров через 20. Я возьму и его поверну вокруг его оси. Там несколько раз. Он как-то у нас так покрутится. Все. Получились наши ключевые кадры. Ловлю момент, когда у меня пролетает рядом с этим узлом мой шарик. Это у меня получается сотый кадр. Ну и два этих ключей анимации хватает и подтаскиваю, чтобы они мне начинали с именно сотого кадра. То есть даже если у вас будет в дальнейшем очень много объектов разнообразных на сцене, которые будут анимироваться, вы их можете таким вот несложным образом друг с другом синхронизировать. Конечно, в более сложных ситуациях немного другие средства для этих задач используются, но в такие вот несложные анимашки гораздо проще и легче нас с вами просто так вот визуально определяют моменты какой-то синхронизации и руками просто двигают наши ключевые кадры и их перетаскивают. Касаемо точки зрения нашей итоговой анимации, вы можете убирать все это самостоятельно. То есть можно будет посчитать наше видео итоговое с нескольких камер. А потом в любой программе, которая работает с видео, можно будет уже эти два вида совместить, будет получаться ролик, в которых камера будет на с вами меняться. Мы сейчас с вами про рендеринг поговорим. То есть ракурсы уже выбирайте сами, как вам больше нравится. Правда, как мы с вами прекрасно понимаем, не только с движением, с вращением, с масштабированием будут на с вами связаны всякие разные задачи наши анимационные. На самом деле любые параметры, которые есть в Максе, численные параметры, например, какие-нибудь параметры материалов, они тоже на с вами замечательно анимируются. Смотрите, пожалуйста. Последняя наша преграда, наш чайник замечательный. Хочу, например, чтобы наш с вами чайник, когда у нас будет пролетать шарик рядом с ним, чтобы он цвет поменял, будет у нас с вами изначально серый, а когда шарик прилетит, станет красным. Ко мне, дошкнувшиная камера. Мы сейчас с вами двигали наш объект, а с тем самым успехом могу изменять свойства моего объекта. Или в разделе Modify любые из настроек нашего объекта можно будет менять. Или, если говорить про те же самые наши материалы, любые из параметров наших материалов, типа, например, те же самые цвета, я тоже могу менять. Посмотрите, пожалуйста. Я снова вернусь в нулевой кадр, начало нашей анимации. У нашего чайничка есть какой-то базовый материал, но я возьму любой новый материал. Да, сейчас на самом деле не ваш какой тип будет материала. Работаем с базовым стандартным материалом, нас это вполне устроит. Ну и этот материал я присвою моему чайничку. Чайник выделен, новый материал присвоил нашему чайничку, стал таким замечательным селом. А дальше все то же самое. Включается кнопка Auto Key. И в первом кадре материал или редактор материалов? Смотрите, у нашего Макса нового есть два редактора материала. Один с таким вот графиком, типа такой графический хитрый, а там есть редактор материала с таким вот окошком. Это редактор такой табличный, то, что на самом деле сейчас нужно. Итак, кнопка Auto Key включена. Наш материал выделен на активный. Вначале он будет серый, а там кадров через 20. Говорю, что, а давай пусть я цвет Diffuse. Цвет нашего материала станет красным. И у нас также ключики анимации появились. И также на самом деле совершенно замечательно наш чайничек будет цветным. Все, что нам с вами останется сделать после этого, отключить кнопочку Auto Key на всякий случай. Поймать момент, когда у нас с вами пролетает шарик рядом с нашим чайничком. Ну и наши ключи анимации поставить, чтобы они уже были синхронные с движением нашего шарика рядом. И шарик летит, чайник от восторга краснит. То есть вот эта вот наша замечательная кнопка Auto Key, это кнопка, которая позволяет любые численные, цветовые параметры запоминать во времени, указываете время, делаете изменения любого свойства вашего объекта. Все отлично будет получаться. Вопрос какие-нибудь? Ну, отлично. Последняя задача у нас с вами стоит. Хочу, чтобы все-таки наш шарик лопнул в самом конце. Смотрите, пожалуйста. Далеко не только базовыми свойствами мы с вами будем находиться в дальнейшем, чтобы сделать какие-то сложные эффекты. Естественно, в нашем распоряжении будет большое количество разнообразных вспомогательных объектов, которые позволят уже более сложные действия с нашими объектами на сцене выполнять. В частности, есть наше распоряжение в Максе, замечательный вспомогательный объект, который называется бомба. Самая настоящая бомба, которая умеет наши объекты разрывать на отдельный полигончик. Эту бомбу на самом деле нужно будет сделать. Как обычно, когда вы идете, когда вы встретите новый объект в Максе, в нашем разделе Create, создая наших объектов, на самом деле нужно будет найти раздел, который называется в категории объектов Space Warps, деформаторы пространства. Этот раздел на самом деле один из самых таких часто используемых наборов объектов для анимации объекта в Максе, действительно некие силы, которые умеют на наши объекты дальнейшее воздействие. Нам сейчас нужна будет, наверное, одна из самых простых категорий в наших объектах. Это так называемые объекты, работающие с обычными геометрическими объектами. В этих наших волнах есть впадающий пункт категориями объектов. Там мы с вами выбираем набор объектов, которые относятся к геометрическим, деформируемым объектам. Геометр деформатуры. И вот она, наша бомба. Умеющая реально разрывать любые объекты на отдельной полигонечке. И смотрите, пожалуйста. Уже удобнее нас с вами будет вернуться на тот же самый вид спереди, на фронт, чтобы точно поставить нашу бомбу на... Простите. Точно поставить нашу бомбу на острие нашего воздуха. Кнопочка бомб на сайте включена, и мы сюда вот ее ставим. Такая вот пирамидка маленькая у нас с вами будет получаться. На самом деле, если боитесь потерять вашу бомбу, она действительно будет не очень большая у нас с вами, можно будет обычным масштабом сам объект бомбы сделать побольше. Размер нашей бомбы на самом деле ни на что она с вами не будет стоять. Ну и такая вот бомба у нас с вами будет получаться, стоящая где-то недалеко от острия нашего воздуха. Понятно совершенно, что мы хотим взорвать наш объект не в какой-то момент времени произвольно, а именно когда он с вами на шарик добегает до этого гвоздика. Вот у меня шарик добегает до гвоздя на высотом кадре, и он здесь должен на самом деле взорваться. Поэтому у нашей бомбы, как у объекта, есть определенные настройки. Если моя бомба будет выделена, как для абсолютно любого объекта в МАКСе, можно будет забраться в раздел Modify. Ну и в этом разделе, в свойствах нашей бомбы, в самом-самом-самом внизу будут настройки, называющиеся Detonation. Это время взрыва. Если оставите номер кадра 5 для взрыва, то ваш шарик, не успев долететь даже до первой бригады, у вас благополучно взорвется. На сайт нужно будет поставить обязательно 200 кадр. Взрываем на шарик на высотом кадре. На шарик будет долетать и будет благополучно взорваться. Что на этом и так не получается, спросите, пожалуйста. Ну и самое последнее сложное действие с нашей бомбой. Прикрасно понятно, что сейчас наша бомба, она такая, ну, не заряженная, скажем так. Она просто стоит на сцене, и она не знает, какой объект она должна разрушать. Нам нужно будет обязательно привязать нашу бомбу к нашему шарику, чтобы уже шарик точно знал, что его в конце взорвут. Смотрите, пожалуйста. Я снова время промотаю поближе к концу, чтобы уже мы с вами видели одновременно и наш шарик, и нашу бомбу. И посмотрите. Привязка нашей бомбы осуществляется следующим образом. Если мы с вами вспомним, то за иконку вот этих всех наших объектов, которые таким вот хитрым образом умеют вздеваться над нашими геометрическими объектами, это такие вот волны. И на нашей панели инструментов сверху есть такая кнопочка с волной и с цепочкой. Привязка нашей бомбы к объекту. Чтобы мы с вами могли указать бомбе, что она должна взорвать, указываем именно этим инструментом. И смотрите. Это моей волной с цепочкой. Я хватаю бомбу, но не отпуская левую кнопочку мышки, перетаскивая на шарик. Можете сделать наоборот. Шарик будет выделен, мы его хватаем этим инструментом, не отпуская левую кнопочку мышки, перетаскиваем на нашу бомбу. Убедиться в том, что привязка у нас с вами произошла, можно будет крайне просто. Если наш шарик выделить, то обязательно в разделе «Модифай» в свойствах нашего шарика у нас появится специальный модификатор, который так и будет называться. Меш, бомб, биндинг. Привязка к нашей бомбе. В том плане, что если передумаете взрывать ваш шарик, достаточно будет этот модификатор нас сами удалить, и уже привязка нас сами пропадает. Ну а сейчас, раз привязка у нас с вами включена, долетаем и ба-бах. Такие вот кусочки у нас с вами наш шарик будет разлетаться. Просыпал шарик. Ну, единственное, что я подправлю. Конечно, у бомбы есть очень много настроек, всякие разнообразные, которые определяют и силу нашего взрыва, и определяют, на какие осколочки у нас с вами будет рассыпаться наш объект. Меня не устраивает немножко форма этого нашего взрыва. Хочу, чтобы здесь такого совсем разнесло в разные стороны. Если я обратно выделю нашу бомбу и заберусь в настройки нашей бомбы, то можно будет увидеть в этих настройках поближе к концу параметры с достаточно таким очевидным названием хаос, хаос, хаотичность разлета наших осколков. Если у бомбы эту настройку сделать по максимуму, уже наши осколочки не будут сохранять свою такую форму первоначальную. Они будут нас сами уже рассыпаться на такой более беспорядочную мешанину кусочков. Ну, а также, если посмотреть чуть повыше, у вас будет настройка «Стрэндж сила». Если ее сделают побольше, осколки будут разлетаться у нас сами сильнее. То есть наш шарик, ничего не подозревая, до бомбы долетает и, соответственно, залетается на отдельный кусочек. Татьяна, да, то есть вот эта вот наша волна с цепочкой, ее можно будет тянуть к любому количеству объектов. Если я хочу вообще пуститься во все тяжкие, мне никто не помешает, например, мою бомбу прицепить к чайнику, прицепить к узлу и прицепить к звездочке. Типа шарик взрывается, не доставайся к никому. И когда наш шарик долетает до конца, у нас все объекты будут рассыпаться. Ну, естественно, у нас будет взрыв одновременный, это одна бомба. Захотите, например, чтобы все-таки они там чуточку по-разному по времени разрывались, придется для каждого объекта делать свой собственный бомб. А так к одной бомбе можно привязать хоть все объекты на сцене, и все они будут на сами одновременно вот такие кусочки рассыпаться. Если вы посмотрите внимательно на настройки вашей бомбы, то там можно будет, например, увидеть фрагмент сайз. Фрагмент сайз. Вы указываете, то есть вот эти вот фрагменты, из которых состоят ваши рассыпающиеся кусочки, они строятся из полигонов. И вот эта вот настройка, она определяет, сколько по минимуму и сколько по максимуму полигонов будут использовать для постоянной кусочки. Поставить вам, например, минимум 10, максимум 30. И у нас уже при взрыве такие фрагменты более круглые будут получаться. Состоящие минимум из 10 полигончиков, максимум из 30 полигонов. То есть сами можете уже определять, какой размер раскопок вы хотите получать при вашем рассыпании. Дарья, форма осколков – это наши полигоны. То есть фактически мы все равно берем в качестве основы полигоны. И вот максимум, что можете сделать, то есть на самом деле вот этот вот сам к себе объект бомба, он очень простенький, и как-то совсем управлять формой осколков он будет здесь чуть-чуть тяжеловато. Он берет в качестве основы форму наш полигончик. Ну, хотя бы количеством полигонов-кусочков вы сможете управлять. Ну, а форма самого взрыва, она немножко будет зависеть от положения нашей бомбы. Если саму бомбу подвигает немножко по сцене, там чуть пониже, чуть повыше, можно будет добиться немножко разных вариантов расположения осколков при полете. То есть сам такой, наверное, правильный вариант в нашем случае будет, чтобы наша бомба где-то примерно посерединке нашего шарика стояла. Ну, на самом деле, в случае совсем такого стопроцентного, хаотичного разлета наших осколков, будет немножко все равно, где все это у нас с вами будет получаться. На шарику. Все получилось? Ну, отлично. Хочу на основе это уже получить несложный видеоролик, когда все это на с вами запишется, и все уже будет получаться в нашем итоговом виде. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, на таком большом ракурсе не очень интересно будет на с вами все это за всеми смотреть, проще гораздо, когда мы совсем вплотную будем видеть все вот эти вот перипетии жизни недолго нашего шарика. Я могу поставить съемочную камеру, которая у нас с вами уже на сцене стоит, и которая у меня не хочет выделяться. Камера наша – это совершенно обычный объект, а его, значит, можно будет нас с вами двигать. На секунду ко мне на экран смотрите, пожалуйста. Теперь нас с вами будет удобнее нашу камеру таскать на виде спереди, а чтобы мы с вами могли контролировать, что у нас в итоге получается. Вместо перспективы можно будет обратно, нажав кнопочку «Цен» на клавиатуре, включить нашу камеру. Двигаем камеру на виде спереди. На перспективе будем видеть, как у нас наша камера будет реагировать на это самое движение. В плане нашей базовой анимации камера воспринимается совершенно обычным объектом. Ее можно вращать, ее можно двигать. И смотрите, пожалуйста. Снова нулевой кадр. Снова кнопочка «Автоким». Проматываю время немножко вперед. Мой шарик убежал от меня. На виде спереди сдвигаю свою камеру, чтобы она обратно у нас с вами заплатила на шарик. Проматываю время вперед. Мой шарик убежал от меня. На виде спереди сдвигаю нашу камеру, чтобы обратно нас с вами все это увидеть. Чуть-чуть вперед. Шарик убежал от меня. На виде спереди сдвигаю нашу камеру, чтобы обратно его поймать. То есть, двигая время вперед, как только шарик наш убегает за пределы, вид нашей камеры, мы ее просто подвигаем вслед за ней. У нас также включенного в такие будут создаваться включенные аниматы, запоминающие движение нашего с вами объекта камеры. Ну и вот. Грустный финал. Вот только когда мы с вами после этого отключим кнопочку автокей и нашу анимацию проиграем. Ну, чуть-чуть в отдельной ситуации не попадают объекты у меня в ракурс камеры. Немножко угол обзора увеличу, чтобы уже чуть-чуть все поинтереснее было. Наталья, а про какие другие программы вы говорите? То есть, на самом деле, вот такая посекундная анимация, она есть вообще по всей программе, которая занимается анимацией. Это как бы основа вообще любой анимации. Дальше там говорить про какие-то классические рисованные мультики. Там та же самая ситуация. Покадрово меняют там положение двух кнопок персонажей и та же самая шарик. А, в смысле, есть некоторые другие способы, которые позволяют нашу анимацию контролировать. То есть, имеется в виду, что вот сейчас мне, например, немножко не нравится то, что моя камера чуть-чуть рывками двигается. Ее можно будет потом сделать более плавно, вообще ее можно будет по пути запустить. То есть, есть немного другие способы в 3D Max, помощью которых может ваши объекты в более сложных ситуациях анимировать. Может быть, пускай и чуть муторным более способом, но немного такое движение будет правильным получаться. Вот базовая анимация, сфоти, перетащи. Все отлично получается. По-прежнему напоминаю, что захотите увидеть, как ваша анимация выглядит в кадрах ключевых, нужно объект выделяйте, включая анимацию, объекты будут показаны. Объект выделяете, включая анимацию, объекты будут показаны. То есть, теперь, когда у ваших объектов есть анимация, без проблем, нужно объект выделяйте, сразу видеть, что будет происходить. Все получилось? Ну, отлично. Хочу на основе этого сделать уже анимашку. Смотрите, пожалуйста. С просчетом анимации, естественно, у нас могут быть с вами проблемы в дальнейшем. Связаны с тем, что если взять, например, какую-нибудь замечательную интерьерную сцену с красивыми V-Ray материалами светом, мы прекрасно понимаем, что один кадр может считаться самыми часами, а когда у нас 250 кадров, может расчет анимации растянуться на 4 дня. Ну, на самом деле, наверняка уже хотя бы краешку уха слышали, что Макс умеет в случае необходимости распределять свои задачи по сети. Если у вас будет в соображении 2-3 компьютера, то можно будет легко раскидать нашу задачу по счету анимации на эти 3 компьютера, и все у нас, грубо говоря, будет считаться раз быстрее. Но в любом случае хочется хотя бы убедиться, что наша анимация построена правильно, что взаимодействие между объектами сделано правильно. Поэтому, как правило, когда уже готовят наш ролик для финального просчета в максимальном качестве, делают так называемую анимационную превьюшку. Вот все, что мы сейчас с вами видим на перспективе, уже это все можно будет превратить с экранчика 3D Max в некий простенький тестовый видеоролик. Смотрите, пожалуйста. Сделать это очень несложно. У меня сейчас активен вид моей камеры. В верхнем левом углу экрана у нас с вами по-прежнему есть набор управляющих инструментов нашим видом. И там есть самый первый такой ключик замечательный. Глобальные настройки нашего вида текущего, среди которых можно будет увидеть предпредпоследнюю менюшку Create Preview. Создать предварительный просмотр. И нам с вами нужно будет Create Preview Animation. Создать предварительный просмотр для нашей сделанной анимации. Вот такое вот окошко у нас с вами появляется, где вы говорите, что считаются все 250 кадров. Можно немножко сэкономить время расчета, слегка уменьшив размер нашего с вами будущего видео. Чуть ниже у вас будет раздел свойств этой нашей превьюшки с достаточно очевидным названием Image Size, размер нашей картинки итоговый. Но там стоит по умолчанию 50%. То есть наш стартовый размер на нашего окошка рендера 640 на 480 пикселей, а с вами предлагаю сделать из 20 на 40. Но у нас в данном случае сцена не очень сложная в плане именно анимации. Можно будет вот эту вот настроечку percent of output, там, выпустить по максимуму. Там 1126 на 645, ну пускай. Можно будет указать разнообразные режимы отображения объектов при рендеринге. Нас с вами знакомы realistic, shaded или можно будет выбрать какие-нибудь стили отображения объектов. Стилизацию видов вы видели? Ко мне это скажет на экран, на всякий случай. Имеется в виду, что вместо вот этих наших вариантов всяких разных стандартных классических, типа realistic, материалы с тенями, типа shaded, материалы без теней. Есть раздел, называющий stylized. Он позволяет такой мини-фотошоп увидеть себя на экране Max. Хочу все это увидеть в варианте окрашивания цветным карандашом. Color pencil. Вот такая штука будет получаться. То есть, типа такая стилизация а-ля рисовка. Или что-то там наподобие акрил. Или что-то там наподобие тех. Какие-то такие художественные стилизации сами будут получаться. Ну, имеется в виду, что, конечно, в большом счете такое было слово. Но, тем не менее, вот наша превьюшка, она с вами позволяет, необходимо сказать, что не хочу там просто с тенюшками, хочу там какой-нибудь там режим тех. Наше смотреть. Настройки превьюшки, они имеют там какие-то определенные пределы. То есть, больше чего-то не будут на с вами прокручиваться. Скорее всего, все будет определяться настройками компьютера. В смысле, парамет компьютера, в смысле объема оперативной памяти и прочее, прочее. Но, в любом случае, не очень важный параметр, потому что все равно, как правило, она очень небольшого размера, чтобы просто убедиться, что наша анимация получилась. Те же самые там тысячи пикселей, по ширине, на с вами пальцем за глаза. Все. Внизу кнопочка Create. Чтобы запустить на просчет все это, Create. Нас с вами в реальном времени считают, как все это будет у меня на экране двигаться, вы сразу будете на экране видеть движение вашей камеры. Внизу бежит зелененькая полоска, просчитывающая вам вашу превьюшку. Когда все это добежит до конца, автоматически запустится видеоплеер, и вы уже увидите вашу превьюшку, вашу первую анимашку, вами сделанную. На самом деле, ввиду того, что на самом деле материалы не очень сложные, у нас фактически превьюшка получится, ну, почти как итоговый наш ролик, ну, разве что материал у наших чайничков и у других объектов такие быстричие. Ну, то же самое дело, получается, неплохо и на превью. Все. Это видео можно будет сходить в виде отдельного файла, потому что это выложено то же самое YouTube, потому что вот уже такая анимашка забавно получается на самом деле. Все, посчиталось? Самый простой способ. На этапе создания вашей превьюшки, просчета, у вас внизу будет пунктик «Custom файл», и можно будет файл указать. Но на самом деле Макс подходит к этому вопросу крайне консервативно. Все свои вещи, такие служебные, он сохраняет в своей собственной рабочей папке. Вы можете забраться к себе в папочку с документами. Там будет папка «TLDMAX», и там будет папка, называющаяся «Previews». Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. что-то у меня он не сохранился так 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 ну сейчас еще разу точно нет ничего превью плюс create превью create превью анимейшн разгар поставок поменьше что все быстрее считалось и create все быстро считается все быстро считается отлично превьюшка запускается и у нас с вами не записывается странно на самом деле проще чтобы не искать системную папочку прямо на этапе создания вашей превьюшки просто сказать что хочу сходить в кастом файл и просто файл выбрать который хотите записать почему негодяй не хочет записываться с должной папочкой на самом деле непонятно потому что он должен вот в случае файл может быть все посчиталось ну отлично но только единственное что конечно в плане качества материалов на нашем правильном рендере у нас все конечно будет поинтереснее блюстючесть будет такую фактуру дерево можно будет сделать интересно чтобы у нас действительно это было похоже на какую-нибудь страшно шероховатую деревяшку то есть конечно качество превью от нашего итогового рендера будет немножко отличаться и вы должны обязательно в том месте сохранять ваше видео в уже видео файл с максимальным качеством превьюшку просмотрели все отлично получилось убедились что движения ваших объектов абсолютно правильные синхронные хотим получить уже наш итоговый видео файл со всеми красивостями света материалов что уже у нас уже получилось действительно такое финальное видео качество прочитать видео тоже не очень сложно по прежнему все наши базовые настройки рендеринга в которую хотя бы уже несколько раз залезали точно это меню рендеринг рендер сетап настройки нашей визуализации и в этих наших настройках на сами нужно будет проконтролировать всего лишь три пункта определяющие размер количество кадров и адрес куда на сами все сохраняется первый раздел называется time output количество считаемых кадров сейчас когда с вами нажимаем начальник на рендер наш картинку нас считается по умолчанию один кадр потому что настройка у нас максимум умолчания стоит сингл считаем текущий один кадр но я могу сказать а посчитай мне вообще все время active time сегмент все наши действия кадров будет считаться вторая настройка поделяет размер нашего будущего ролика чуть пониже наших кадров вторая важная вкладочка output size выходной размер сколько пикселей у нас с вами будет получаться в нашем видео ну сейчас мы с вами хотим посчитать все так быстрее немножко поэтому можно будет указать 320 на 240 хотя конечно размеры можно делать какие угодно в том числе там можно будет выбирать разнообразные киношные стандарты типа того же самого нашего HD видео наше усмотрение все конечно будет только единственное отличие от разных форматов это то что считаться будет подольше из-за того что в пиксели будет для того картинка побольше а так отлично будет оставляем тест 2040 пускай быстрее все посчитается и третий раздел который нам с вами нужен будет считаться наша анимация будет покадрово и каждый кадр посчитанный он будет дописываться к нашим видеороликам мы должны обязательно будем указать явным образом куда по какому адресу наш видео будет записываться чуть ниже вы увидите третий на самом нужный раздел называется рендер output адрес сохранения наше видеофайл и в этом разделе будет кнопочка файлс и я чтобы не потеряться все сохраню в себе на рабочий стол ролик назову шарик ну и только единственное что нужно с вами будет выбрать это формат нашего видео в котором все это у нас с вами будет сохраняться ну в нашем случае мы с вами пока что не боимся особо не за размером нашего ролика не за каким-то максимальным качеством можно будет указать в качестве формата это наш формат ави стандартный формат для windows ну здесь у вас на самом деле не очень будет большой выбор ну я думаю что в принципе получится конечно выбирать формат вражеский аппеллоский там немножко по разнообразнее будут варианты выбора кодеков но сейчас с вами выбираем наш ави а сборка оптимальный компа для этой программы а вопрос такой немножко хитрый в том плане что нет предела совершенства чем больше денег в компьютер вложите тем лучше сейчас будет работать сам простой вариант посмотреть что для этой программы нужно будет вы можете забраться на сайт упс autodesk.ru прямо на главной странице сайта у вас будет выбор всех программ которые есть только в которые упускают Autodesk продукты и там будет и на странице ТДМАКС можно будет обязательно посмотреть требования компьютеру там все правильно напишем то есть на самом деле даже на не очень мощной машине МАКС будет работать все конечно будет упираться все задачи которые будете решать чем сложнее сцену будете строить тем мощнее компьютер нужен будет здесь предела не будет совершенства на самом деле проще будет вам потом написать на почту мы с вами уже там в письмах итак имя указали ави поставили рабочий стол установили кнопочка save ну вот про всякие коварные компрессы нас с вами спрашивают можно будет оставить у нас не очень длинное видео ничего страшного ролик будет получаться достаточно большого размера ну не страшно то есть уже при необходимости посчитать наш ролик в хорошем качестве со всеми материалами мы с вами определяем количество кадров которые мы сами считаются мы с вами определяем размер нашего видеоролика то есть смотрите под какую задачу как у вас на что это получится и размеры сами выставляете и мы сами определяем адрес по которому с вами будет записываться наша анимация все кнопочка рендер считаем все это ну у нас анимация не сложная свет не сложный, материалы не сложные все достаточно бодренько у нас сами будет идти за пару минут все оно должно посчитаться точно но так конечно процесс расчета анимации может быть очень длинно на сайте так как приказать понимаю дело достаточно долгое особенность сцены сложная все посчиталось на рабочем столе появляется мой шарик ну 73 мегабайта получилось всего и вот наша итоговая анимация с красивым светом с правильными материалами все отлично выходит то есть как вы видите не все так сложно макс нам всячески помогает в процессе создания нашей анимации достаточно придерживаться таких вот несложных правил и у вас уже будут получаться неплохие видеоролики на которых ваши объекты соответствующий образом будут явиться так и 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 оксан если хотите чтобы ваша лампочка постепенно загоралась наша лампа это обычный объект у нашей лампы есть настроечка называющаяся интенсити Я легко могу сказать, что в нулевом кадре, включая AutoKey Intensity 0, в смысле наша настройка Multiplier 0, ничего не горит. Где-нибудь там кадры на сотом, Multiplier, наш ярко с лампочкой, по максимуму. Любые настройки наших объектов у нас совершенно замечательно анимируются, и все отлично будет получаться. И свет у нас с вами будет постепенно разгораться. Также потом можно будет его и погасить в сочинении появления. Ну отлично, теперь вас немножко развлекаем. То есть это, конечно, основа, база, с которой можно смело будет начинать и пытаться делать какие-то такие интересные ролики. Но, естественно, не только перемещением, вращением масштабируемого материала, у нас с вами наша цена будет создаваться. Есть более сложные способы, с помощью которых вы можете вставлять ваши объекты двигаться по экрану. Ко мне на экране. Итак, вот какие задачи можно вообще будет нашу анимацию использовать максимум. Как ни странно, сейчас очень популярна тема использования подобных способов, представляя наш сцену в той же самой архитектуре, в интерьерах. Гораздо приятнее смотреть на наш интерьер не по каким-то фиксированным ракурсом, а типа по дому побродить. То есть заставить камеру следовать какому-то определенному пути, и все отлично с вами будет получаться. Сейчас просто смотрите, ничего себе на кончике повторять. Ну, например, есть в нашем распоряжении такая вот сцена интерьерная. Такой вот интерьер, не очень сложный. Я, естественно, могу поставить в этот интерьер любое количество камер. Могу сделать любое количество ракурсов, посмотреть на все это с разных сторон, получить там 10 картинок, все отлично с вами будет получаться. Наталья, сейчас буквально две минутки, я на вопросы ваши отвечу. Но гораздо интереснее будет на самом степи следующим образом. Я могу примерно представить, как мне будет интересно увидеть мой дом. И на виде сверху, на обычном плане, нарисовать типа линию, путь, по которой хочу заставить двигаться в свою камеру. Вот как-то она у меня так пролетит, как-то сюда вот так пролетит, и потом обратно на выход улетит. Это обычно наша линия безвешная. Могу поставить ее в любое место. Упс. Так как-то она будет мне стоять. Все, что мне останется сделать, это сказать, что вот ты моя замечательная камера. Я хочу, чтобы ты двигался у нас по пути. Можно будет достаточно легко... Да что ж ты не наделяешься-то у меня. Ужас. Можно будет достаточно легко поставить нашу камеру на путь. Есть наше распоряжение специальной команды, позволяющей прицепить наш выделенный объект пути. И уже она с вами будет получаться. Следующее. Если посмотрю на свою камеру, моя камера будет по пути ездить, во всякие разные места смотреть. А если еще включить нашу кнопочку автоки, и нашу камеру по ходу дела еще чуть-чуть повращать. Типа изначально она у нас смотрит каким-то таким вот образом. Через некоторое время она у меня сюда будет смотреть. Через некоторое время она у меня развернется и сюда будет смотреть. Через некоторое время она у меня развернется и сюда будет смотреть. То есть уже помочь нашей камере, чтобы она длилась по пути, да еще и смотрел у нас интересующие места. И уже можно будет достаточно интересную анимашку получить. Ну и в конце уже обратно выходим из нашего домика. И... Сейчас только чуть помедленнее, а то уж слишком быстро летаем. Ну и уже такой реактивный вариант передвижения получился в первых кадрах. Но потом все так степенно и красиво. У нас будет получаться реальное видео. Ну, просматриваем все со всех сторон. Все замечательно получается. Сохраняется все с красивыми материалами, с грейским светом. Переносится на диск, на флешке вставляет телевизор. У вас получается интересный ролик. С какой-то там заставкой старта, под музыку расслабляющую. Заказчик смотрится, радуется. Видим. По факту сейчас на самом деле технология еще и дальше прошла. Можно будет поместить нашу сцену интерьерную в так называемый игровой движок. Есть программы специальные, которые позволяют брать геометрию и любую геометрию, в том числе интерьера. И можно будет по этой геометрии походить. То есть сделать такую типа игрушку собственную. Смотрите глазами игрока, находящегося, вспомните, и стандартно уже ходите, подходите к любым местам, там нажимаете на окошко, оно открывается. То есть уже можно и такую интерактивность сделать. Но даже без интерактивности видео наше будет намного интереснее смотреться. Гейм-дизайнеры. Про что я говорил, то есть один из самых таких востребных сегментов в области максовской анимации, конечно, игрушки. Любые модели игровые, которые видите на мобильных играх, в телефонах, на планшетах, когда там у вас персонаж двигается, шевелится, подрагивает, мячом махает, есть анимация, которая задается в Максе. Условно говоря, вы делаете анимацию в Максе нужным образом, запихиваете эту анимацию в программу, которую, собственно, сами игрушки делают, у вас же получается в игре красивый объект с текстурами, которые должен область шевелиться. Без этого вообще никуда. Анимация трехменных объектов – один из самых таких важных моментов во всех играх, которые вы видите. И на компьютерах большие серьезные игры, и такие вот простенькие игрушки, которые на мобильных устройствах пользуются. Разнообразные видео-моушн-дизайнеры. Естественно, есть программы, которые работают с видео, которые умеют добавлять в видео всякие интересные эффекты. Ну, из-за таких самых известных, наверное, то же самый After Effects от компании Adobe – одна из самых известных программ, которая умеет добавлять вашему видео всякие интересные красивости. Но все-таки не всегда удобно в этой программе с какими-то сложными трехмерными объектами работать. Есть, например, такой вот логотип, который хочу, чтобы у меня каким-то хитрым образом шевелился. То есть изначально это обычные сплайны. Естественно, эти сплайны можно будет нас с вами уже неким образом выдавить. Такое красиво с фасочками будет получаться. И та же самая ситуация. Я могу сделать анимацию, когда у нас с вами вот эти вот всякие разные буковки, вот эти вот всякие разные значки будут неким образом разлетаться. То есть в конце вот так все собралось, а в начале вот эта буковка S у меня куда-то вот сюда убежала, эта буковка O куда-то вот сюда убежала, да еще и повернулась. Эта буковка N куда-нибудь сюда убежала и тоже поворачалась. Ну и буковка Y тоже куда-нибудь сюда вот убежала, как-нибудь забавно закручилась. Ну и сам наш круг тоже покрутился, и куда он сверху бежал. Ну и в итоге будет получаться симпатичный ролик, когда у нас логотипчик наш собирается, буквки медленно соединяются, все совмещается. Опс, халтурная буква N. Ай-яй-яй-яй. Да, ну и может халтур. То есть совсем интересно, можно будет аниматься на самом деле, делать анимацию, то есть наша базовая анимация, когда схватили наш объект и потаскали. Что-то такое в идеале можно было сделать. Все это считается видео, все это добавляет в программу, которая работает с видеороликами, у вас получается замечает заставка, которую сделают в другом деле. В отдельных ситуациях намного проще двигать наш трехмерный объект и анимировать, если разговор идет именно про анимацию трехмерных объектов, которые нужно будет посмотреть со всех сторон. Так что под любые задачи, которые вам только могут понадобиться, когда нужно будет показать объекты в трехмерии, по той или иной причине, наша анимация нам с вами пригодится по всех ситуациях. Каким образом можно будет наш объект вообще анимировать? То, что мы сейчас с вами посмотрели, когда наши объекты двигались, сейчас масштабировались, это называется ключевая анимация. У вас создают вот эти прямоугольнички, ключевые кадры, и по ним у вас движение рассчитывается. Сам простой вариант движения нашего объекта. Есть замечательный чайничек. В нулевой секунде он стоит у меня здесь. На последнем сотом кадре он стоит здесь. У нас с вами получается несложная анимация, ну и как-то вот так у нас с вами прекращается двигаться. Анимация, строящаяся на основе ключевых кадров. Ключевая анимация. Один из самых популярных вариантов анимирования объекта, который очень часто используется. Но как мы с вами прекрасно понимаем, не только за счет движения, вращения масштабирования на сами объекты будут анимироваться, я могу к своему чайничку поприменять всякие разные интересные модификаторы. Ну, например, тот же самый модификатор, какой-нибудь там классический. Пускай будет бенд, модификатор сгиба, с помощью которого могу свой чайничек вот так вот сгибать. Да пожалуйста, в начальном кадре автокей у меня смотрит мой чайничек вверх. Где-нибудь здесь он меня будет смотреть вниз. Где-нибудь здесь. Он снова посмотрит вверх гордо и на нас такой гордо повернется. Ну и, соответственно, в конце станет нормальный и снова будет смотреть в нужную сторону. Также в точности, меняя эти параметры любого из модификаторов в течение времени, у вас же получается немножко более забавный ролик, когда у нас какая-то такая вот природа чайничка интересно вырисовывается. То есть, на самом деле, модификаторы есть очень правильные, очень интересные, которые помимо такого ручного управления, когда сами поделяют, что и как ломаются, они могут имитировать какие-то реальные процессы там с вами. Ну, например, есть у меня вот такой вот тоненький цилиндр, цилиндр, какая-нибудь деревянная веточка. Я хочу, чтобы моя веточка быстро по экранчику зигзагом проехала. Сначала стоит здесь, 20-й кадр стоит здесь, 40-й кадр стоит здесь, 60-й кадр стоит здесь. Какое-то такое вот несложное зигзагообразное движение на самом деле будет получаться. Ну и по факту немножко медленное движение. А, да, сори. Что, этого не хотим? Но если положить, что у нас с вами должна получить вид такой деревянный прутик, как мы сами прекрасно понимаем, под действием нердса он должен у нас с вами искажаться, наклоняться немножко в обратную сторону направления движения. Есть готовый модификатор, который эту гибкость умеет у нас с вами делать. Он так и называется flex. Гибкость. Я просто добавил модификатор. И смотрите, пожалуйста. Упс, переборщил. Когда он начинает на самом деле двигаться, наклоняется, шевелится, ну да, многовато поставил, у нас с вами какая-то уже такая физика движения получается. Остановился, подорожал. Есть вообще специальные модификаторы, умеющие крайне серьезным образом изменять геометр нашего объекта. Здесь, конечно, нельзя не отметить, например, модификатор, который очень обожают все дизайнеры интерьеров и мебели. Модификатор, который имеет нам с вами имитирует поведение ткани. Одна из таких самых сложных проблем, когда обычно рисуюсь какая-то такая вот мебелюшка, это положить на эту мебель какую-нибудь там скатерку, полотенечко, какой-нибудь там плед, чтобы не просто он с вами лежал, как одна шлепка, а чтобы он все у нас не ровно повторял. Если у меня будет нарисована несложная сцена, ну типа основа такая будет нарисована и шарик, я хочу, чтобы мое полотенечко на эти мои объекты упало и действительно форум моего шарика повторило. Легко. Руками, как мы с вами прекрасно понимаем, сделать такую задачу практически нереально вообще, а с помощью модификатора никаких проблем не составит. Вот мое будущее полотенечко, которое будет лежать у меня на этих моих объектах. Я могу с помощью специальных модификаторов сделать из этого полотенечко реальную ткань. Пока что без тенюшек. Сделаю простенький материал, чтобы нам с вами было лучше контролировать, как все это у нас с вами будет деформироваться и изменяться. И я могу к нашим объектам применить специальный модификатор, который так и называется cloth ткань. Долгое время это был модификатор дополнительно, покупаемый под Макс. Со временем Autodesk его приобрел, соответственно, сейчас он стал частью Макса, чему все очень рады. И все, что мне требует сказать для своей ткани, что вот ты, мой прямоугольник, ты ткань, класс. Причем вы можете выбрать из шаблонов разнообразный вариант нашей ткани. Всякие разные хлопки, фанели, всякие разные шелки и прочее, прочее. Я возьму такую самую, наверное, быстро считающую ткань, барлэп, что-то наподобие такой, холстин. А шарик с нашим боксом – это объекты, на которые наша ткань будет падать. Задали свойства вашим объектам, после чего говорите, а просчитай мне свое поведение ткани. Наша ткань падает на наши объекты, и замечательно все это огибает. И даже немножко скатывается под своим весом, как-то вот так вот становится. То есть у нас с вами реально получается очень неплохо выглядящая анимация, когда наша ткань, с учетом всех особенностей, наша геометрия так себя ведет. Ну, сейчас, конечно, качество просчета у нас с вами минимальное, в свойства наших модификаторов и класс можно будет поставить намного большее качество, когда там совсем неровности, и все это будет у нас с вами учитываться. Но, тем не менее, все равно все дорого получается. Да, касаемо... Что? В свойствах нашего класса, ну, во-первых, количество сегментов в объектах сделано будет побольше и там, и там, а в свойствах нашего модификатора класса есть настроечка, она называется subsample, качество просчета. Ее можно будет поставить там вместо там единичка, хотя бы там какую-нибудь там троечку, и уже когда вы вашу анимацию пересчитаете, она там чуточку поаккуратнее будет на с вами все это делать. Какие-то там складочки такие получают на с вами интересно. Ну, считать, конечно, будет подольше немножко, из-за того, что качество будет повыше. Ну, по крайней мере, уже у нас удалок, под пол не проваливается, качество просчета стало на с вами побольше. То есть всякие разные занавесочки, которые будут висеть у нас с вами. Причем очень прикольно то, что я могу при желании добавить на эту ткань что-то наподобие силы под названием wind, ветер. То есть легко можно будет направить ваше окошко открытый ветерок, и наша ткань на этот самый ветер будет замечательно реагировать. А может, не будет. Чуть-чуть посильнее поставлю ветер, а то как-то так ткань слишком просто к нему подходит. Ну-ка. Да, вот ветер, 100 единиц, это уже сила. И у нас с вами ткань просто сдувает. Причем на самом деле, если там посмотреть, она будет продолжать свое движение, то есть где-то там ее можно будет найти. Упавший под действием гравитации и улетевший под действием наше ветро. То есть, несмотря на такую какого простоту самого модификатора, он несложный модификатор. Очень забавные, интересные штуки у нас с вами будут получаться. Все реагируют, все отлично получаются. Касаемо, известна вам тоже наверняка модификатора, который hair and fur, волосы и шерсть. Куда же без него. Такая вот шерсть у меня будет замечательно получаться. Я могу сделать своему объекту простенькую анимацию. Он у меня как-то вот так будет крутиться. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. У этого модификатора уже есть готовые встроенные свойства, которые позволяют задать на сами динамику поведения. И можно будет вообще поставить динамику live в реальном времени. наши волосики будут как себя вести, так чуточку странно, но тем не менее, когда я нашу анимацию буду проигрывать, наши волосики тоже будут закручиваться в спираль, получается, будет замечательно реагировать, все будет чаще шевелиться. И вполне реально, например, если вы сделаете на основе, ну да, я вот чуточку глюшкинула немножко, если вы сделаете на основе вашего hair and fur что-то наподобие ковра, вполне реально получить анимацию, когда на этот ковер падает какой-то предмет, и ваши синки под действием предмета будут совершенно замечательно проваливаться. То есть тоже все это у нас замечательно реагируется. Ну, естественно, есть всякие разные способы управляя нашей анимацией, если, например, вернуться к какой-нибудь там несложной сцене, связанной с движением наших объектов. То есть когда мы с вами делали наш шарик, летающий вокруг наших объектов, там не очень сложно было на самом деле геометрии, объектов было немного, мы с вами все это анимировали так или иначе просто вживую. Если разговор будет идти про немного более сложные задачи, то есть, естественно, в сопряжении МАКСа всякие разные редакторы, с помощью которых можно будет увидеть, например, абсолютно все объекты и увидеть абсолютно все длительности анимации, время начала конца анимации, можно будет увидеть все ключи анимации, можно будет посмотреть настроечки этих ключей анимации также без всяких сложностей, без всяких проблем. То есть абсолютно все свойства, которые так или иначе у нас с вами будет происходить, изменяться в нашем объекте, все это можно будет опытом контролировать. То есть некие такие вот менеджеры сцен, где абсолютно вся суровая правда по нашей объекту будет показана. То есть даже до сложной анимации все у нас очень хорошо будет изменяться и контролироваться. Это графический редактор, граф-эдиттер, но там такие два основных из них, это вот керф-эдиттер, редактор кривых, очень хорошо умеющий управлять скоростью, там, и ускорение наших объектов, и редактор длительности анимации, то, что называют допши. Ну и одна из самых таких вот фишек главных, которые есть у нас с вами в Максе, как мы с вами прекрасно понимаем, одно дело, когда вы просто абстрактно ваши объекты двигаете, другое дело, если у вас будет какая-то физика взаимодействия между объектами. Ну, например, мне нужно будет сделать несложную анимацию раскола объектов. У меня будет висеть какое-нибудь замечательное стекло, большое здоровое зеркало, и, например, кто-то вот стекло кинется камнями, оно вот так осколками разлетит замечательно. В данном случае бомба наша не подойдет. Если посмотреть на бомбу, как она себя ведет, у нашей бомбы есть один существенный минус, который не позволяет ее совсем эффективно в сложных ценах использовать. Вот если посмотреть на наши осколочки взлетающиеся, они совершенно наплевательски относятся к границам, и, соответственно, наши кусочки будут пролетать через стену. То есть совсем простой эффект осколок наших объектов, а хочется все-таки, чтобы наши осколки, долетев до стены, от нее отразились, упали на пол, по полу там как-то попрыгали. То есть что-то такое вот на самом деле должно произойти интересно. Поэтому есть наше распоряжение в МАКСе замечательный модуль, называющийся MassFX. Именно он как раз позволяет в случае необходимости сделать несложную динамику в поведении наших объектов. Классический пример вообще очень часто встречается в разнообразных роликах, интересно, когда стоят там те же самые кости доминошные, и так начинают они до наружек упадать. Или там объекты, какие стоят, начинают там до наружек падать. Мой замечательный бокс. Костяшка номер один, костяшка номер два, и так, соответственно, еще 12 костяшек. Вот сразу, помня про наш вот этот баллон, двигающийся, представляете, что вам придется каждую костяшку руками поворачивать, вам нужно будет представлять, как костяшка будет другая себя вести при столкновении, ее тоже поворачивать, что все совпадало по времени, что правильно будет на самом деле ускорение, то есть это будет целая история. Это будет настолько морочно, что вы проклянете все, и даже там наши 13 костяшек, сделать руками подобную анимацию, это очень будет много времени уходить. И самое, что обидное, все равно руками подобные вещи сделать достоверно практически нереально. Ну, а здесь наш замечательный модуль Mass Effect, он может превращать наши объекты в так называемые динамические объекты. которые будут у нас с вами реагировать на другие объекты, реагировать на силы, будут уметь сталкиваться меж собой, будут уметь падать на пол и от пола отталкиваться. То есть у нас эта динамическая анимация будет непосредственно учитывать, ну, пускай не до конца, но тем не менее какую-то реальную физическую идею наших объектов. И я все эти объекты сделал динамическими объектами. Чтобы увидеть вообще все панельки марсовские, в любое свободное место на верхней панели инструментов марса щелкните правой кнопкой мыши, и у вас будет появляться список панелей, там можно будет найти Mass Effect. И вот наши динамические объекты, вот шарик, сам первый опций в шарике, Dynamic Rigid Body, динамический и твердый объект. Ток проблем заключается в том, что сейчас мы с вами ничего не увидим, потому что наши объекты стоят, а нам с вами нужен стартовый импульс. Нам нужно будет наш шарик обязательно толкнуть. В свойствах наших объектов динамических можно будет задать так называемые стартовые параметры, типа мой шарик изначально повернется по оси Y на какой-то угол с какой-то определенной скоростью. То есть можно будет задать такой стартовый толчок среди настроек наших объектов. Ну и уже теперь, когда мы с вами будем нашу анимацию проигрывать, опс, не хватило, сейчас посильнее толкнем, тюм, 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 сделать такую анимацию руками большая морока, а здесь объекты поставили, настроили правильно параметры наших объектов и у нас с вами все замечательно просчитывается. Поэтому, конечно, в дальнейшем, может быть, для задач интерьерных это не очень такая важная проблема, конечно, потому что все-таки в интерьере вы будете делать все руками, на максимум, что там ткань наша под действием ветра заставить развиваться каким-то образом, но уже более сложная анимационная сцена, типа едет там машина, куда-то врезается, отскакивает, разлетаясь на части, это же будет анимация динамическая, потому что все вот эти вот элементы движения, которые связаны с таким сложным ударением оскоками руками сделать нереально. А здесь за вас все это будет рассчитывать сама программа, сам Макс, он только останет задать правильные настройки стартовые и все за вас непосредственно посчитать. Ну и, конечно, куда без нее, без персонажной анимации. Те же самые наши кубики, совсем простые объекты, люди, объекты немножко более сложные, у них есть всякие разноторчащие конечности, которые должны сгибаться, каким-то образом изменяться, поэтому есть в Максе специальная система, так называемых костей, которые позволяют, как и в нашей реальной жизни, прицепить оболочку нашего персонажа к этим самым костям и заставить эту оболочку двигаться. По факту примерно таким образом все это будет с вами выглядеть. Сейчас, сейчас, сейчас. ну да, что-то типа вот такого. То есть достаточно несложно несложная геометрия, наш такой футболист замечательный, а внутри этого футболиста находятся с вами кости, за которую можно будет хватать, и уже при изменении положения нашей кости привязаны к этой кости вершинки, начинают соответственно вместе с нашим признаном двигаться. и уже эти косточки также с помощью нашей автоки можно будет анимировать. То есть у нас все будет замечательно получаться, и уже он у нас будет вот так вот призывно рукой махать. На самом деле персонажная анимация тоже совершенно отдельная тема, потому что руками заставить как-то реалистично двигаться наш объект персонажный крайне тяжело. Поэтому здесь тоже в свое время хитрые люди придумали в общем правильный выход из ситуации, нанимают правильно двигающихся актеров, обвешивают этих актеров датчиками, и в результате движения этих актеров датчики записывают специальные файлы, которые как раз содержат какие-то варианты движения наших с вами будущих персонажей. И эти варианты движения можно будет в случае необходимости загрузить, ну типа что-нибудь там какой-нибудь танцевальный вариант движения. И наш с вами футболист пустится в пляс. это немножко ошибочка в привязке. Все это, конечно, с вами происходит, условно говоря, через специальные модификаторы. Если размещать модификатор, который называется физик, с его помощью можно будет определять для каждой вашей косточки размер областей, которые захватывает эта кость. Если захватывает что-то лишнее, можно будет легко эту нашу область рабочую сделать чуть поменьше. И если вот эти вот наши область захвата сделать чуть-чуть покомпактнее, чтобы они друг с другом не пересекались, уже тогда все будет у нас поаккуратнее получаться, и уже вот таких вот огрехов страшных на ногах на самом деле не будет. Ну и здесь тоже самое можно было правильно. То есть сама вот эта операция по правильному прилипанию нашей вот этой геометрической оболочке костям, она называется скинингом, то есть типа работа с оболочкой с кожей нашего персонажа. Это один из самых таких тудаемких процессов, которые только есть наверное персонажа анимация, но тем не менее все это поправимо, все это может быть правильно настроить. Самое главное, что таких для тех движений очень много, действительно можно будет нарисовать простенького персонажа, заставить его нужно уже приканчивиться. То есть вариантов анимации масса под любые задачи и того же самого вашего футболиста танцующего можно будет поставить в вашем интерьере, поставить на стол и во время пролета камеры в вашем интерьере он будет на нас отплясывать каким-то типом образом. То есть все совсем интересно с вами правильно будет получаться. Так что анимация действительно будет реально помогать, в ряде случаев действительно позволяет на новый уровень наши сцены статичные вывести и позволяет получать вместо наших обычных статичных картинок что-то такое интересное анимационное. В зависимости ситуации в зависимости от того как у вас будет движение вы выбираете разные модели модификаторов которые появляются костям. То есть так сложно сказать что лучше все хуже надо смотреть. Но в случае с болезненным который будет гнуться у физика чуть-чуть побольше возможностей из-за того что например можно будет в физике настроить эффект мускулатуры. Когда рука ваша будет сгибаться можно будет вполне реально сделать что мускул будет увеличиваться. какая-то будет реакция более интересная получаться. В более простых случаях скин поудобнее бывает он и настраивается быстрее и анимация иногда автоматическая чуть-чуть поправительно получается. зависит ситуация. Но они очень друг на друг похожи. естественно всему этому у нас специалисты учат. Естественно можно будет в нашем сайте посмотреть курс посвященный анимации. Есть курс по анимации общей который будет учить основу анимации и всяким разным красивым спецэффектам. Есть специальный курс персонажей анимации где вы будете брать ваши реальные персонажи а самых простых червячки и цветочки заканчивая уже более сложными человек подобным персонажам и составляйте правильным образом двигаться. Естественно все это также будет учиться просчитывать видеофайлы что на выходе получился красивый интересный ролик с вашими интересными делящимися объектами. Так что если вдруг понадобится в дальнейшем ваших задачах подключить анимацию приходить научиться научим вас обязательно всем анимационным интересным. Но если вдруг в дальнейшем возник какие-то вопросы и по этому нашу семинару если хотите просто что-то для себя касаемо Макса и анимации в том числе можно будет смело написать на электронную почту не стесняйся обращайтесь.